Картофельное поле 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 нашим сельхозтоваропроизводителям, нашим потребителям. Это комбайн Варитрон 470, это сажалка, которая на гряду садит с междурядем 45 для семеноводческих хозяйств. И это АЭРЗЭП, то есть это новая система, абсолютно новая, которая на прошлой агротехнике получила золотую медаль. И зарегистрирован патент, то есть это аэродинамическое деление потока продукта за счет давления воздуха. То есть удельный вес картофеля ниже, ниже, соответственно, картофель за счет давления воздуха поднимается выше, комки ниже. И, соответственно, происходит четкость и порация комков и картофеля, что в условиях чернозема, тяжелых глинистых почв очень актуально для наших потребителей. Я еще такого дня поля именно картофелеводческого, вам честно признаюсь, даже в Европе не видел, потому что свыше 700 гостей. И нам очень приятно, очень профессиональные гости, потому что отделено от населенных пунктов, поэтому чужих людей нет, только профессионалы, только люди, непосредственно занятые в картофелеводстве. И, соответственно, нам очень приятно, интерес больше, чем мы ожидали. И это, конечно же, дополнительный стимул нам дает, дополнительный такой толчок, потому что время непростое. Есть определенные политические проблемы, которые нам приходится взаимно с нашими потребителями решать, поэтому я так думаю, что интерес огромный. Конечно, рано говорить, но я вижу уже по посетителю очень профессиональная публика, профессиональные вопросы, поэтому я думаю, что день поля удался. Мы уже сегодня имеем производственное предприятие в Калужской области, мы монтируем большое количество машин. Конечно же, машин, популяция которых более высокая, которая пользуется более высоким спросом, но тем не менее, те машины, которые сегодня найдут уже массового потребителя, потому что одну машину монтировать не имеет смысла, а уже от пяти и выше, то мы обязательно будем снижать затраты транспортные, за счет этого какие-то монтажные затраты будем снижать. И попробуем нашим российским потребителям более доступные машины представить, сделанные в России. Редактор субтитров А.Семкин